ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЕВЕРОДВИНСКА Далее обо всем по порядку. Историческая справка. 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый союзный конвой Дервиш. Караван из шести судов под флагами Великобритании и Голландии доставил в порт важнейшие стратегические грузы. От глубинных бомб до форменных ботинок. Союзные конвои приходили в Молотовск. Наш порт отличался от Архангельского своей глубоководностью. За четыре месяца соорудили причальную линию, нефтебазу, бункеры для хранения угля, железнодорожные пути. Первое судно Молотовский порт принял 26 ноября 1941 года. Пришел британский танкер Сан-Амброзио. С 1941 по 1944 годы в северные порты Советского Союза был проведен 41 морской караван из 800 транспортных судов. По программе Ленд-Лиза только союзные конвои доставили в СССР свыше двух миллионов тонн крайне важных для стороны грузов. В их числе пять тысяч танков, семь тысяч самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжения и продовольствия. Самой многочисленной делегацией стала группа из Великобритании. Ее возглавила принцесса Анна. В среду она отдала дань памяти соотечественникам, которые похоронены на британском воинском захоронении Вологодского кладбища. Затем ее Королевское высочество отправилось на Площадь мира в Архангельске. Здесь прошел торжественный митинг. Об этом в материале Анны Бибиковой. Ставь! Бери! У вечного огня столицы Поморья гимн Великобритании звучит вслед за российским. Почетный гость принцессы Великобритании Анна. В Архангельск она прибыла с супругом, вице-адмиралом Тимом Лоуренса. Делегация Соединенного Королевства самая многочисленная. В ее числе семь ветеранов, участников союзных конвоев и более 40 музыкантов Духового оркестра Королевской морской пехоты. Я хотела бы выразить слова благодарности организаторам сегодняшних памятных мероприятий. Городу Архангельску, а также российскому народу за то теплое отношение, которое они высказывают нашим ветеранам на протяжении всех этих лет. Рядом с принцессой представители стран антигитлеровская коалиция. Они прибыли в Архангельск, чтобы отдать дань памяти. Здесь послы Канады, Австралии, Польши, Исландии, Новой Зеландии, США – всего 9 стран. Союзнические отношения, начало которым было заложено в тот момент, продолжаются и сегодня. В то время они были нацелены на борьбу с нацизмом. Союзники отдавали свои жизни в борьбе с тиранией, которая распространилась по всему миру – от Тихого океана на Средний Восток и в Азию. После традиционной минуты молчания принцесса возложила цветы к монументу северным конвоем. Северному морскому музею принцесса передала государственную награду Великобритании «Арктическая звезда». Она вручается за службу в северных конвоях. Напомним, это третий визит представителей королевской семьи Великобритании на русский север. В 2002-м по морю посетил двоюродный брат королевы Елизаветы. Спустя год сын принц Чарльз. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Архангельск посетил и председатель Федерального собрания Сергей Нарышкин. Он осмотрел архангельские гостиные дворы и затопленный 71 год назад американский транспорт, который входил в состав одного из последних союзных конвоев. Его достали с 60-метровой глубины Баренцева моря и передали Архангельской области. За одним столом российские и ветераны стран-союзниц в борьбе с фашизмом. Этот торжественный обед в гостиных дворах объединил около 80 участников боевых действий. В их числе соловецкие юнги, которых после учебы отправили на Северный флот. Я не владею языком, это большой минус. Поэтому ему будет скучно, а мне неприятно перед ним. Как быть в этой ситуации? Дайте совет. А чем отвечают наши ветераны от них? По-моему, внешне ничем. Они также на нас смотрят добрыми глазами. Мы на них добрыми глазами. На торжественном обеде за столом с ветеранами председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин. С ним приветствие ветеранам передал президент Путин. Только действуя сообща, мы сможем преодолеть любые трудности, обеспечить мир и безопасность на нашей планете. Желаю уважаемым ветеранам и всем присутствующим здоровья, счастья и благополучия. Президент Российской Федерации Владимир Путин. После делегации отправилась в Северный морской музей. Моряки Северного флота подготовили подарок жителям Архангельска. Это дорожный каток и паровая лебедка. Их подняли с 60-метровой глубины. Судно Томас Дональдсен затонуло в 1945-м. Оно следовало в Архангельск из Шотландии в составе одного из последних союзных конвоев. 21 марта должен был прийти к причалам Мурманска, чтобы разгружать технику. На нем перевозили танки «Шерман», зенитные орудия М-20, паровые машины, которые за спиной. Но самое главное, перевозили паровозы, вот эти вот катки. Позже состоялась встреча Сергея Нарышкина с принцессой Анной. Она прошла за закрытыми в том числе и для прессы дверями. На площади у Архангельского театра драмы музыканты из России и Великобритании играли марши. Музыка звучала в честь моряков. Прощание славянки исполнили Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, гарнизонный оркестр Беломорской военно-морской базы, духовой оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области и духовой оркестр УФСИН России. За действием наблюдала и ее королевское высочество, принцесса Анна. В нем приняли участие коллективы Беломорской военно-морской базы, городской духовой оркестр имени Владимира Васильева, а также более 40 музыкантов Духового оркестра Королевской морской пехоты. Почетным гостем плац-концерта стала ее королевская высочество, принцесса Великобритании Анна. Завтра духовой оркестр соберутся на площади мира и примут участие в торжественном митинге, а вечером в 17 часов плац-концерт пройдет на Красной пристани. Королевский духовой оркестр из Великобритании начнет выступление с 18 часов. Совместную картину написали российские, британские и американские моряки, участники арктических конвоев. Пароход «Гоголь» прошел от Красной пристани до Соломболы, где на набережной Седова прошел торжественный митинг. Мемориальный венок спустили на воду в память о товарищах, которые погибли при выполнении задания в арктических морях. Троекратный залп почетного караула и скорбный пароходный гудок также в знак почета. Губернатор Игорь Орлов вручил каждому из ветеранов особый памятный знак «Дервиш-75». Он был специально учрежден администрацией области и российским историческим обществом. Самым запоминающимся моментом этого памятного круиза стала картина, которую написали при участии ветеранов северных конвоев. Каждый из них смог взять в руки кисть и оставить свой след и автограф на холсте. Кстати, пароход «Гоголь» сыграл свою роль в 1941 году. Легендарный колесник доставил в Архангельск делегацию представителей союзных государств. Докладную записку, подтверждающую участие «Гоголя» в событиях международного уровня, обнаружили научные сотрудники Архангельского северного морского музея. В записке сказано, что с 29 сентября по 1 октября 1941 года в Москве прошла конференция представителей трех держав – СССР, США и Великобритании. Они обсудили реализацию ленд-лиза, а прибыли туда через Архангельск. С крейсера «Лондон» в связи с погодными условиями их пересадили на миноносец сокрушительный. Дальше, значит, записки. По прибытию миноносца сокрушительный на экономию делегация перешла на «Гоголь». Точка. Но мы начали выяснять, был ли еще какой-то пароход «Гоголь», возможно, был саргой, возможно, был с пассажирский. Нет других, кроме нашего знаменитого колесного парохода, не было. Колесник за два месяца до описываемых событий приняли в эксплуатацию после длительного ремонта. Все военные годы экипаж корабля достойно нес трудовую вахту, оставаясь одним из лучших на Северной Двине. А в этом году пароход «Гоголь» открыл на Северной Двине уже 105-ю навигацию. Череда межнациональных мероприятий, посвященных приходу Дервиша, прошла и в Северодвинске. Город Корабелов открыл празднование в регионе, начав с торжественного митинга в сквере ветеранов. Граждане России и стран-союзников во Второй мировой войне вспомнили своих павших товарищей. Иностранная речь слышалась в любой части Северодвинска. У Вечного Огня встретились участники северных конвоев стран антигитлеровской коалиции. Ветераны из России, США и Великобритании возложили цветы к памятному знаку. Да, это очень хорошо, это замечательно, что Россия все еще выражает признание тому, что произошло 75 лет назад. В это трудно поверить, такое бы не случилось где-нибудь еще в мире. Я уже был здесь, это мой третий визит на такую церемонию. Тут очень мило, очень хорошо. С иностранцами сегодня работали волонтеры. Обязательное условие при их отборе – знание английского языка. Все-таки такое значительное событие для города, для нашей области, в принципе и для всей России, я думаю. Для всего мира даже. И даже для всего мира, можно сказать. Поэтому это большая честь все-таки поучаствовать в таком событии. Ну и, наверное, стоит еще добавить, что нам говорили, что это мероприятие, возможно, такое крупное, одно из последних, потому что, к сожалению, ветераны, они все уже достаточно в большом возрасте, поэтому, возможно, на следующий юбилей прихода союзнического конвоя уже не сможет приехать такое большое количество ветеранов. Краеведческий музей встретил иностранных гостей по русским традициям – чайпитием в северной избе. Спасибо. Всего в составе иностранной делегации в Северодвинск приехало 23 ветерана, из которых 9 – участники полярных конвоев, двое – из США и семь – из Великобритании. Среди них шотландец Дэвид Браунли Крейг. Первый раз он попал в тогда еще Молотовск в 43-м году в качестве члена экипажа одного из союзных конвоев. А сегодня Дэвид узнал себя на фотографии в музее. В 1943 году мы были здесь с февраля до конца ноября и ждали, когда за нами вернется следующий конвой. Нас было только 8 человек в Молотовске. Нас даже бомбили. При участии официальных лиц США, Великобритании, Франции и Польши, Михаил Гмырин вручил руководству музея постановление Президиума Межгосударственного союза городов-героев о присвоении Северодвинску звание города трудовой доблести и славы. Постоянно хранилось в нашем музее. Спасибо, Михаил. Михаил Брюхов, Мария Тимофеева, Алена Губаева, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. После ветераны северных конвоев отправились на ягры. На воинском мемориале прозвучали три холостых залпа. А в память о героическом подвиге моряков десантники возложили на воду венки. Для этого по пояс пришлось зайти в Белое море. В Белое море уходит союз десантников. Возложением траурных венков на воду почтили память тех, кто навсегда остался в этих водах. Изначально планировалось венки отпустить в 100 метрах от набережной Сьялы. Но погодные условия не позволили. Память моряков северных конвоев почтили на ягринском воинском мемориале. Я Кочвин. Батарея была в 42-43 год. Батарея в заводе «Роста», где ремонтировались корабли и наши корабли, и корабли союзников. Я даже дважды играл в волейбол с англичанами. Во главе колонны Тарас Львович Гончаренко в 42-м в 15 лет ушел на фронт, возил на вилесе командира дивизии. Ветеран вспоминает, как на машине попали под обстрел и с генералом легли в госпиталь. После ветерана отправили на Дальний Восток. Моряком на теплоходе старый большевик возил грузы по лентлизу. У нас, например, такой случай был. В Охотское море пришли, шторм, 30 градусов морозов, все паровозы обледенели, и вот вся команда, все, буквально все, все долбали этот лед, кто чем, кто кувалдой, кто ломиком, потому что иначе судно потонет. Цветы возложили к памятнику скорбящая мать. После колонна прошла к скорбному камню памяти погибших подводников атомной подлодки Курск. После прозвучали три холостых залпа. Евгения Карельна, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Ветераны северных конвоев поделились своими воспоминаниями с будущими офицерами. Учащиеся морской кадетской школы ждали этой встречи целый год. Приветствовали гостей праздничным построением. На знамя равняются не только учащиеся морской кадетской школы, вместе с ними ветераны северных конвоев. Юрий Будзиев в Северодвинске был уже несколько раз, но самый запоминающийся в годы войны. Так в 44-м на пароходе Диксон он разгружал в порту Моутовска кофе и какао. Ветеран рассказывает, рад увидеться с иностранными друзьями в такой праздник. У нас клуб «Братцы северных конвоев», а у них называется клуб «Полярных конвоев». Ну, смысл одни и те же, то есть они военные участники плавающих конвоев, а мы по гражданской обороне. То есть мы так еще где-то сказали, что когда война, гражданский флот становится военным. Кадеты провели для гостей экскурсию по школе, познакомили с основными традициями и символами. И, конечно, показательные выступления по военно-патриотической подготовке. Наша школа в этом году, именно в это мероприятие, выпала большая честь принимать на своей базе ветеранов северных конвоев. Ребята готовились, кадеты приготовили мастер-классы по флажному семафору, вязанию морских узлов, неполные разборки автомата Калашникова. В свою очередь ветераны рассказали подрастающим офицерам о роли Молотовского порта в годы войны. Ведь он стал одним из шести, принявших основной поток военных грузов. Архангельский порт мог одновременно обрабатывать только пять судов. Положение особенно осложнялось в зимнее время. Поэтому было обращено внимание на Никольское устье и наш город. Здесь навигация осуществлялась круглогодично. Ксения Юдина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. К празднику подготовились и юные северодвинцы. Они нарисовали картины об арктических конвоях. Эту трогательную встречу ветеранов России и Великобритании юноучащейся второй художественной школой изобразил еще весной. Тогда в честь юбилея первого союзного конвоя провели конкурс внутри школы. Совсем скоро эти персонажи сойдут с полотна, и тогда ни одна встреча союзников станет реальностью. Конкурс проводили по желанию среди всех возрастов. Участие приняли 46 художников. Мы приглашали сотрудника музея, Цветкову Анастасию Владимировну, который оказал нам большую помощь и очень интересно, доступно для детей, рассказала именно об этом времени. Самое главное в исторической композиции – это соблюдение каких-то основных законов, чтобы передать то время, костюм вот этот исторический. В выставку составили около 20 работ. Почти все их авторы – девочки. Они с особой ответственностью в абсолютно разных техниках изобразили и корабли, и работу порта. Есть и знакомство с иностранным моряком, и эсминец-гремящий, а также, как назвал картину автор, «Тяжелое время глазами медведя». Первый день празднования 70-летия прихода Дервиша завершился акцией свеча памяти. Так горожане выразили свою благодарность поколению, на чью долю выпали роковые 40-е годы. Десять вечера, пронизывающий ветер и леденящий дождь. Несмотря на погоду, почтить память погибших в годы войны пришли около полусотни северодвинцев. Зажгли десятки лампад. Многих участников акции к вечному огню привело чувство долга перед родственниками, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Мой дед Кладей Петрович Коржавин был первым бакетчиком в городе Северодвинске. Второй дедушкой он был во время войны, он был картографистом. Так что то событие, которое с вами происходит, происходит и для нашей семьи. Я посчитал своим долгом быть здесь и поддержать эту акцию. Это необычайно. Необычайно важно помнить то, что совершили наши деды. Вот сейчас был фильм, показывали фильмы о конвои, о дервиши. И там ветераны говорили, что в этой холодной воде можно продержаться было только 20 минут. Мой дед Василий Григорьевич Богданов продержался два часа. На тральщике его подорвало, и он единственный спасся. В завершение акции в небо запустили белые шары. Так участники напомнили о том, чего стоит мирное небо над головой. Атмосферные фронты пройдут в предстоящие выходные через Архангельскую область. Местами ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы грозы. Столбик термометра поднимется до 19 градусов. На следующей неделе характер погоды в Поморье существенно не изменится. Редкий день обойдется без дождя. Бабьего лета в первой декаде сентября ждать не стоит. А сейчас узнаем о погоде на ближайшие дни. Слово Ольге Матвеевой. Воскресенье порадует нас солнышком, а новая неделя начнется с дождей. О метеопрогнозах на ближайшие дни расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в программе. Переоделись в костюмы 40-х годов и вернулись в Молотовск. Ретро-танцы для ветеранов северных конвоев устроила современная молодежь. Фотографии маршрутов северных конвоев, макет судна типа «Либерти», изображение Молотовского порта с 43-го года находится в музее Севмаша. Экспозицию, посвященную Дервишу, дополнили новыми экспонатами. Выставка ретро-техники под открытым небом, пулеметы и машины представили периодиты американцы. Позывной в честь Дервиша отправляют ежедневно архангельские радиолюбители. Антенну на крышу дачного домика водрузили сами. Сигналы с берегов Белого моря принимают сотни стран. В столице Поморья состоялся товарищеский футбольный матч, приуроченный к 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя Дервиш. На поле стадиона труд вышли звезды отечественного футбола прошлых лет и сборная команда Поморья. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор городской сайт «Гоу-29». Гоу-29 Заходи на «Гоу-29». Почувствуй пульс родного города. 4 сентября по данным сайта Архангельского гидромедцентра в Северодвинске ночью ожидается 10 градусов тепла, днем до плюс 17. Переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 757 миллиметров ртутного столба. В понедельник ночью плюс 11, днем 18 градусов тепла. Облачно, небольшой дождь. По народному календарю 5 сентября – луп-брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника. Поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали корзины и шли на ягоды. Смотрели лупов день на журавней. Если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались и первые заморозки. Лупов мороз морозит нос, шутили старики. Берегите себя, хорошего вам настроения. До свидания. Продажа карликовых и суперкарликовых саженцев от Вологодского питомника «Майский». С 6 по 10 сентября. Северодвинск, улица Южная, дом 167. ТК «Рынок на вертолетке». Мы продолжаем специальный выпуск «Вестника Северодвинска» и сейчас расскажем о культурных событиях, посвященных Дервишу. В Северодвинске русским и иностранным ветеранам напомнили, под какие танцы в годы войны они отдыхали от суровых будней. Современная молодежь переоделась в костюме 40-х годов и ненадолго вернула ветеранов в Молотовск. Славно в интерклуб 40-х годов погрузились участники Великой Отечественной войны. Тогда танцу линди-хоп русских девушек обучали иностранные моряки. В свою очередь дамы учили кавалеров танцевать народную польку. А под самый модный танец тех времен рио-рита вышли и сами ветераны. Танец пришел к нам в 30-е годы во время войны в Испании. В Дитре показали, как люди отдыхали в те годы. Павел Васильевич Лапшинов сопровождал союзные конвои на эсминце Гремящей. Сейчас не танцует, но вспоминает, как в годы войны ходил на танцы в Дом культуры имени Горького. По дороге на танцы он встретил свою вторую половинку. По этим дощечкам иду, а сзади идет девушка. И вот мы, вы куда, в клуб Горького, и я. И дошло до того, что ну будем с вами танцевать, будем. И поженились. Кроме танцев звучали и военные песни, популярная во всех странах Лили Марлен. В ней воин жаждет вернуться к своей девушке, даже несмотря на гибель и плен. Ветеран из Шотландии вспоминает, как в годы войны три месяца жил в Молотовске. Город был очень маленький, и все дороги были деревянные. Бревна были положены рядом друг с другом. И так как весь город был деревянный, было запрещено курить. Были отведены специальные места для курения. Была большая опасность пожара. Когда приехали к нам ветераны, в том числе, которые участвовали в Дервиши, и в других конвоях, воссоздать для них атмосферу их молодости, когда помимо конвоев, когда помимо тех страшных событий, которые проходили во время Второй мировой войны, воссоздать чуть-чуть, частичку части для них. Завершились танцы под символ победы, песню «Катюша». Фотографии маршрутов северных конвоев, макет судна типа «Либерти», изображение Молотовского порта с 43-го года. Все это находится в музее «Севмаша». Экспозицию, посвященную Дервишу, дополнили новыми экспонатами в канун 75-летия со дня прихода в Архангельск первого союзного конвоя. В «Индлиз» в первую очередь переводится как «дать взаймы». То есть, когда вот началась Великая Отечественная война, мы стали получать грузы по «Индлизу» от союзников наших. От союзников получали технику, продовольствие и лекарства. За годы войны Молотовский порт принял 173 судна, «Архангельск-109». В музее «Севмаша» есть макет порта 1943-го года. Здесь нефтяная база, склад авиационного топлива, 4 нефтебака. Длина причальной линии 900 метров. Здесь стояло по 5 судов. На заводе 402 их ремонтировали старики, женщины и подростки. Первый конвой пришел в Молотовск в ноябре. Порт находился между нынешним «Севмашем» и Беломорской военно-морской базой. В последующем здесь будет построен уже цех номер 42. Что здесь находилось в годы Великой Отечественной войны, я до сих пор, честно говоря, теряюсь в догадках. Порт делался по немецкой аэрофотосъемке, то есть он абсолютно точный. И вот у немцев в аэрофотосъемке указано, что, возможно, здесь находилось подземное нефтехранилище. Презентовали сегодня и копию судна типа «Либерти». На них доставлялись грузы в Архангельск и Молотовск. Впервые в музее появилась оригинальная форма американского матроса. Павел Васильевич Лапшинов в Великую Отечественную служил на эсминце Гремящей. Он сопровождал союзные конвои. Ветеран вспоминает, как в 43-м конвоировали судно Мария Роскова. Оно шло на новую землю с семьями военнослужащих, около 200 человек и продовольствием. Оторвал рулевое управление, транспорт спасали пять суток. Со слезами женщины, дети говорим, что же вы плачете, все хорошо. Они говорят, мы от радости плачем. Нам думали не спасти. А эта фотовыставка посвящена маршрутам арктических конвоев. Здесь судно типа «Либерти» совершает переход через Баренцево море. Изображена трагическая судьба конвоя Пикью-18. А это фотография британского авианосца «Аргус». Он пришел в Архангельск 31 августа 1941 года. Он находился в проводке конвоев. Пришло сюда шесть судов. Вот знаменитый конвой «Дервиш», он состоял именно из шести транспортных судов. А авианосец был в их, скажем так, охранении. Судов данных доставили нам истребители «Хайрикен». Они нам очень сильно помогли на фронте. А с самого авианосца дополнительно было отправлено к нам сюда авиакрыло. После экскурсии гостям показали фильм о маршрутах северных конвоев. После упричала 42-го цеха на воду спустили венок в память о героях, которые стремились к этой набережной 75 лет назад. «Честь наших моряков, которые покоятся». Евгения Карельна, Семен Цемигулин, Вестник Северодвинска. На яграх у воинского мемориала также работали экспозиции по истории разных стран и выставка ретро-техники. Там моей коллеге Ксении Юдиной удалось пообщаться даже с американскими моряками. Эта заморская техника обращает на себя внимание всех гостей праздникам. Модель «Виллис МБ» 42-го года до сих пор на ходу. Автомобиль американской комплектации имеет и свою изюминку – пулемет «Браунинг М2». В народе двоечка. Теперь его могут оценить и северодвинцы. Петербургская пара реставраторов привезла ретро-технику специально к юбилею «Дервиш». Вернувшись после службы в Германию в 82-м году, я как-то обратил внимание на «Виллис». Поскольку он с детства занимался техникой, то вот появилась мечта иметь такую машину. Ну, в советские времена это было довольно-таки сложно. От этой машины пошло слово «джип» и, в общем-то, все джипы, то есть машины повышенной проходимости. Как говорится, что лучше ничего не придумано, как вот после того, как создана эта машина. И про моду также могу сказать, что мода 30-х, 40-х – это самая элегантная, самая красивая мода. И, наверное, действительно лучше ничего не придумано. И сейчас можно даже в современной одежде найти все всякие там кусочки какие-то с 40-х годов, с 30-х. Пройдя через сквер ветеранов, можно пообщаться даже с американцами, хоть это и переодеты реставраторы. Представлены экспозиции по истории войсковых соединений Канады, Великобритании и Франции. Можно даже потрогать коллекционные предметы, переданные по Ленд-Лизу. Это американская оригинальная форма, не парадная, Неви, морская армия США. Соответственно, натуральная шерсть, юбка тоже шерстная по стандартам. Шелковый галстук и хлопчатобумажная рубашка. Именно вот с таким вот отложным широким воротником. Пилотка по уставу также была еще и панамка. Мы таким образом изучаем историю. И у нас не только американские есть комплекты. Нам это интересно. Экспресс-экскурсии провели сотрудники городского музея. На одной из площадок макет Молтовского порта. Здесь целая очередь и у каждого северодвинца вопросы. Мы рассказываем и мы отвечаем на все, очень подробно отвечаем на все вопросы наших горожан. О том, как же работал наш порт, кто там работал, какие корабли к нам приходили, какие грузы нам привозили по Ленд-Лизу. Сами для себя открываем какие-то новые страницы. И своими новыми изысканиями мы делимся. И поэтому у нас там очень живое общение. А вот выставку «Дервиш. Пункт назначения Молотовск» помогали составлять и сами северодвинцы. Татьяна Петрова предоставила научным сотрудникам музея фотографии из личного архива. Здесь ее семья – мама, папа и сестры. Татьяна папу Александра Чернухина вспоминает по морской форме. 16 лет папа проработал в порту экономистом. Всегда был такой красивый, представительный. Мы его уважали, ценили. В общем, было приятно, что он какую-то свою частицу жизни посвятил северным конвоям. Самые юные организаторы мероприятия представили горожанам свое видение «Дервиша». Юные художники сделали выставку арктической конвои. Ксения Юдина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Позывной в честь «Дервиша» отправляли ежедневно архангельские радиолюбители. Антенну на крышу дачного домика водрузили сами. И сегодня сигналы с берегов Белого моря принимают сотни стран. Да, Леонид, здравствуйте, добрый день. Спасибо за 5.9 около Львова. Принимаю рапорт 5.9, тюрка 9. Специальный позывной отправляет радиолюбители из Архангельска. Область готовится отметить 75-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш». По этому случаю с территории региона отправлено уже более 5000 радиосигналов. Их принимают во всем мире. Есть еще международная практика, когда радиолюбители мира посвящают свою работу тем или иным национальным памятным или юбилейным каким-то датам. Для этого в соответствующих органах получается право работы на специальным юбилейным позывным. Мы получили право работать в эфире специальным позывным. РД-75 ПК, Россия, «Дервиш», 75 лет. Архангельский пенсионер Иван Мазур – радиолюбитель со стажем. Крайне увлечен этим занятием. В эфир он выходит с 1971 года. Его радиорубка на дачном участке. С другими радиолюбителями Иван Тимофеевич общается при помощи уникальной антенны. Ее высота превышает 20 метров. В городе уже не поставить такую, потому что управляющие компании на крыше не влезти. Вот, так что тут соседи радуются, потому что у меня такая антенна, потому что все молнии, все попадает в нее, уходит в землю. Друзья у Ивана Тимофеевича во многих странах мира. Его сигналы принимают в США, Швейцарии, Японии, Израиле, Сербии. Всего 330 стран. Сегодня он поведал миру о грядущем 75-летии прихода первого союзного конвоя «Дервиш». Радио Дима, 75, Павел Шука. Позывной посвящен 75-летию прихода первого конвоя союзников в Архангельск, Кюрзет. Клебек, Рубио. Клебек, Рубио. Агей. Радиосигналы в честь «Дервиша» заполняли эфир вплоть до открытия юбилейных торжеств в Архангельске и Северодвинске. Михаил Брюхов, Владимир Тикус, Владимир Богомолов. Вестник Северодвинска. Уважаемые товарищи, разрешите от себя лично, а также от имени Архангельского областного комитета КПРФ сердечно поздравить вас с 75-летней датой «Дервиша». Нужно отметить, что совершенно несправедливо зачастую упоминают города, связанные с конвоями в начале Великой Отечественной войны, с такими городами, как Архангельск, Мурманск и, забывая, Молотовск. Именно в Молотовске проходили ремонт те суда, которые были потрепаны Баренцем в Белых морях. Именно там корабелы и судостроители ковали оборонную мощь нашего военно-москового гражданского флота. И поэтому сегодняшнее поколение северодвинцев, как и жители того времени Молотска, имеет полное право гордиться прямым участием в военных гражданских операциях, которые производились под именем «Дервиш» и способствовали победе советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. С праздником еще раз, уважаемые товарищи! Северодвинский торговый центр Сдается торговая площадь Телефон 52 26 47 А в столице Поморья состоялся товарищеский футбольный матч, приуроченный к 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». На поле стадиона «Трут» вышли звезды отечественного футбола прошлых лет и сборная команда Поморья. Долгожданный спортивный праздник на стадионе «Трут» открыл турнир детских команд. Футбольные баталии развернулись на четырех площадках и в большинстве возрастных групп победу одержал клуб «Северная Двина». Что касается центрального матча, то звезды футбола были настроены решительно. Показать максимум своих возможностей, чтобы порадовать болельщиков красивыми голами, комбинациями. Ну и будем надеяться, что команда из Архангельска тоже будет достойно себя показывать, стараться. Конечно, они уступают нам по-любому в классе, но я надеюсь, что хотя бы в футбол они умеют играть, это уже хорошо. Для города Архангельска футбол всегда важное событие, тем более такое знаковое, как в день прихода конвоя «Дервиш». Во все времена и в самые трудные, в том числе в 41-м году в городе Архангельске играли в футбол. Поэтому такого рода события, по сути, это дань тем ребятам, которые в свое время и в футбол умудрялись играть, и Родину защищать. Опасения экс-игрока питерского «Зенита» не сбылись. Наша сборная по морю, собранная из чиновников, силовиков и спортсменов, показала достойный футбол. Уступая в счете после первого тайма, 1-2 хозяева смогли выровнять игру, и к радости многочисленных болельщиков матч закончился боевой ничьей 4-4. А сейчас еще немного фееричных кадров с праздничного салюта, которые устроили в Архангельске в честь ветеранов «Дервиша». Я желаю вам хороших выходных, увидимся в понедельник. Всего доброго! С 5 по 14 сентября во Дворце молодежи «Строитель» проспект Ленина 47 пройдет белорусская ярмарка. Большой выбор весных и колбасных изделий, шпик, сало, рулеты из кролика, индейки и утки, сыры и закопченые изделия. Широкий ассортимент кандидерской продукции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Грата». Жилой комплекс «Молодежный». Первая очередь сдается в 2016 году. Квартиры студии от 1 млн 322 тыс. рублей. День открытых дверей состоится 10 сентября в 10.30 на стройплощадке по адресу улица Республиканская, 9Б. По всем вопросам обращайтесь в агентство недвижимости «Грата» по адресу улицы Советская, 53, по телефону 8 900 917 1077 или в группе ВКонтакте «Продажа квартир в ЖК «Молодежный». Воскресенье 4 сентября по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается. Ветер юго-восточный слабый 1 м в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 756 мм ртутного столба. Переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, днем 17 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова